Команда, привет! Меня зовут Владимир Каменко, я операционный директор Сбермаркета. Если помните, то в прошлом видеообращении мы сделали специальную форму для ваших вопросов. Нам поступило более тысячи вопросов, и сегодня я готов дать ответы на самые часто задаваемые из них. Начнем, пожалуй, с самого интересного вопроса, его задали 167 человек, а именно все интересовались, как у меня дела. Мне очень приятно знать, что вы в целом интересуетесь, как у меня дела. Могу только сказать, что все прекрасно. А как иначе может быть, когда работаешь в окружении такой прекрасной команды, как мы все? Что же касается остальных вопросов, то их мы разбили на группы, и сейчас я вам подробно отвечу на самые важные из них. Вопрос номер один. Бонусные программы. Количество обращений 354. Мы знаем, что вам понравилась сентябрьская бонусная программа. Сейчас мы готовим похожую программу, которую запустим в декабре. Пожалуйста, следите за новостями в телеграм-каналах. Мы обязательно обо всем расскажем. Также мы делаем партнерские программы для вас. Их количество увеличивается каждую неделю. Обо всех программах вы можете прочитать в телеграм-каналах своего города. Все программы будут добавляться постепенно, так что следите за новостями и не пропустите самые интересные предложения. Сейчас мы готовим специальную страничку с партнерскими программами, где вы можете ознакомиться со всеми актуальными программами на данный момент. Она будет доступна уже 1 декабря. Для более удобного и быстрого получения промокодов на скидке мы настраиваем бота для телеграм-каналов, который поможет получать промокоды на скидке мгновенно. Этот бот заработает 10 ноября. Следующий, не менее важный вопрос касается брендированной одежды. Вопросов, касаемые одежды, задали 174 человека. Основной вопрос, который волнует многих, будет ли зимняя форма? И сразу же ответ – да. На данный момент проходит изготовление зимних курток. Ожидаем поставки в ноябре и в декабре. Еще многие ребята спрашивали, будет ли специальная одежда для экспертов по закупкам. Как многие знают, у нас уже готова новая яркая, красивая и удобная форма. Футболки и толстовки для экспертов по закупкам уже поступили на многие точки. Наличие нужно уточнять у вашего супервайзера. Если по каким-то причинам у вас нет полного комплекта, сообщите, пожалуйста, об этом своему супервайзеру. Или на горячую линию для партнеров. Телефон я сообщу чуть позже. Много вопросов было по поводу тележек. 107 человек спросило этот вопрос. Сначала отвечу на вопрос, когда для курьеров будут поставляться грузовые телеги. У нас уже есть проект по обеспечению всех курьеров телегами. Часть телег уже заказана и скоро начнет поступать на точки. В течение первой половины 2022 года все курьеры будут обеспечены новыми качественными грузовыми телегами. Следующий вопрос. Просьба. Поменяйте тележки, в метры они хлипкие. И дополнительный вопрос. Будут ли проходить техобслуживание тележек? В ноябре мы проведем дополнительный аудит имеющихся тележек и отправим на доработку, чтобы они были максимально готовы к сезону. Следующий вопрос. Самый популярный. 429 человек его спросили. Это вопросы про шоппер. Вы часто задаете вопросы о шоппере и его стабильности. Отвечаю на самые волнующие вопросы по этой теме. Когда наладят стабильность шоппера? Говорил в прошлый раз, еще раз акцентирую внимание, что сейчас стабильность и надежность шоппера и всех IT-систем – это приоритет для нашей компании. Я понимаю, что если шоппер работает плохо, вам трудно выполнять свои задачи качественно и быстро. Мы делаем так, чтобы система справлялась с высокими нагрузками, чтобы стабильность работы шоппера и клиентского приложения были безоговорочным фокусом команды инженеров на четвертый квартал. Значительная часть инженеров уже сейчас погружена в увеличение надежности работы шоппера. Следующий вопрос. Несправедливое распределение больших заказов. Мы введем автоматическую диспетчеризацию заказов. Мы над ней сейчас работаем и в первом квартале 2022 года возьмем ее в активную проработку и внедрение. Это значит, что заказы будут распределять алгоритм, никакого человеческого фактора. Это поможет также бороться с опозданиями. В первую очередь будут распределяться заказы, которые первые в очереди по времени. Следующий вопрос – это вопрос возможности встроить чат с клиентом. Мы думаем об этой функции, но реалистично понимаем, что получится ее реализовать в начале 2022 года. Версия приложения шоппера на iPhone. Этим мы также занимаемся. Когда шоппер для Android станет максимально стабильным, мы сделаем версию для iPhone и тоже планируем ее в начале 2022 года уже реализовать. Вот замена смс-оповещений от шоппера на пуш-уведомления. Здесь, ребят, обрадую, потому что над этим обновлением мы уже работаем, планируем запустить до конца 2021 года. Дорогие друзья, так как касаемо шоппера поступило больше всего вопросов, то мы понимаем, что эта тема самая горячая для нас всех. Поэтому после этого видео в чате мы приложим ссылку для того, чтобы вы внесли туда свои предложения по улучшению наших программ, по улучшению шоппера. Прошу вас, отнеситесь ответственно, каждый заполните ваши пожелания. Мы соберем все в один бэклог, в один список, передадим в разработку. А на следующей нашей с вами вот такой онлайн-встрече я поделюсь самыми главными доработками, которые мы уже взяли в работу и которые будут взяты в работу в ближайшем будущем. Спасибо вам большое. Другая острая техническая тема – это работа сервиса «Яндекс.Маршрутизация. 91 вопрос». Рассказываем о важном. Будет ли у Сбермаркета свое ПО для маршрутизации заказов и отказ от ЯМ? Сильно обещать не будем, что мы откажемся от этого в ближайшее время, но намекну, что да, мы разрабатываем свою собственную программу маршрутизации и придем к ней к середине 2022 года. Поэтому сейчас пока работаем и дорабатываем Яндекс.Маршрутизацию, но в ближайшее время приступаем к разработке своего. Следующая важная тема – это добавить функции обратной связи с разработчиками и показать на карте. Мы уже работаем над этими функциями, планируем решить их к 1 декабря. Следующий вопрос по ЯМ – это нелогичные маршруты или заказы с опозданием. Мы знаем об этих проблемах, работаем над ними. В разработке, в планах есть новые функции. Это локатор и прогнозирование сборки. То есть, чтобы заказ назначался у курьера тогда, когда сборка заканчивается. Это поможет меньше корректировать маршруты. И планируем запустить это 15 ноября, очень скоро. Следите за обновлениями. Напоследок, хочу поздравить вас с праздником – Днем Народного Единства. В этот светлый и праздничный день хочется пожелать всем нам единства духа, усилий и достижения всех целей. Мы – единая команда в Сбермаркет, единая семья. Я очень рад, что нахожусь в такой прекрасной команде, как мы. Я уверен, что вместе и сообща мы достигнем непревзойденных результатов в нашем нелегком, но интересном деле. С праздником, команда! Отдельно хотелось бы напомнить, что если у вас возникли вопросы по выплатам, самозанятости, обучению, партнерским программам, или же появились какие-либо жалобы или предложения, то все эти вопросы вы можете уточнить по телефону 8 800 333 24 28. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с 9 до 21 часа по местному времени. Также вы всегда можете задать свои вопросы по электронной почте 911-собака-сбермаркет.ру Пишите, звоните, мы ждем ваших обращений. Дорогие партнеры, мы не можем вместить ответы на все ваши вопросы в этом обращении. Если мы не ответили на ваш конкретный вопрос, пожалуйста, звоните на горячую линию, пишите на почту 911, и мы всегда будем рады разобрать ваш вопрос и помочь вам. На этом я хотел бы попрощаться с вами, дорогие друзья.